Добро пожаловать в мир любви и гармонии, в мир эмоциональной и физической свободы. С вами психолог Сюзанна Семенова. И сегодня мы проведем такую работу с чувством обиды, с эмоциями обиды. Если вы хотите узнать побольше информации обо мне, зайдите на мой сайт и посмотрите раздел «Обо мне», который так и называется «Обо мне». Там есть мои дипломы, есть биография. И вы, возможно, поймете, почему я так люблю смешивать различные техники и не совсем психологические техники. Но все-таки важным аспектом для меня остается возможность дать людям определенную работу для того, чтобы они могли в экстренной ситуации, когда чувство или эмоция зашкаливает, а прямо-таки сразу обратиться к психологам нет возможности, или просто не хватает денег, чтобы вы могли хотя бы как-то помочь себе избавиться от этого сильного накала этих эмоций. Мы сегодня будем использовать легкий АСМР. Это спокойный голос или шепот. Я просто говорю сегодня «Спокойно». Буду настраивать вас на этот позитивный, спокойный лад. Пожалуйста, не слушайте эту медитацию, находясь в каком-то шумном месте, находясь где-то вне дома, на рабочем месте, где требуется ваше внимание, концентрация и так далее. Все-таки это относится к аутотренингу, к медитациям. Поэтому, пожалуйста, используйте это видео исключительно в спокойной обстановке, когда вы действительно готовы посвятить время себе, уделить это время себе. Обид в нашей жизни может быть очень много. И иногда обиды бывают очень тяжелые, потому что могут быть связаны, к примеру, с ситуациями на работе, когда вы не можете ответить, если это ваш начальник. Но обиды сохраняются, обиды накапливаются. Очень тяжело, если вас обижают в собственной семье, если это ваши близкие и родные, которым невозможно сразу же ответить, невозможно поставить на место обидчика, человека, который действительно вас уже обижает. Обиды — двухкомпонентная эмоциональная реакция, состоящая из сильной злости на обидчика. Злость может подавляться. Не всегда она может быть выражена. А также она может состоять, обида состоит из грусти, из печали. Очень печально, очень грустно, когда нас обижают, когда мы чувствуем обиду. Пожалуйста, сконцентрируйтесь на этом чувстве, на чувстве обиды. Вспомните обидчика для ситуации, в которой вас обижали. Поднимите это чувство на поверхность, не бойтесь, поднимите его на поверхность. Для того, чтобы сейчас оценить это чувство от нуля до десяти. По десятибальной шкале вот этой мы оцениваем 10 баллов. Накал чувства очень сильный. Чувство действительно заполоняет полностью весь организм, все тело, разум. Очень создает большой дискомфорт. Дестабилизирует все тело. 10 баллов – это очень сильное чувство. Ну и если идем вниз, то, соответственно, 9 – сильное чувство. 8 – еще что-то можно как-то хотя бы где-то соображать, но, тем не менее, чувство не дает покоя. И вот по такой десятибальной шкале оцениваете накал этого чувства. Оценили. Прекрасно. Далее мы переходим к работе непосредственно с этим чувством. Соприкасаемся с этим чувством. Позволяем себе испытывать злость. Позволяем себе чувствовать печаль. В зависимости от вашего состояния, иногда злость лежит на поверхности. Вы соприкасаетесь со злостью. Иногда печаль лежит на поверхности и хочется от обиды плакать. Какое бы ни было чувство сейчас на поверхности, соприкасаемся с ним. Первое, что мы будем использовать, это здесь сенсибилизацию и переработку глазами. Пожалуйста, следите за палочкой. Концентрируйтесь на чувстве. Следите за палочкой. Это обида у меня. Она действительно есть. Она сильная. Это обида. Она сильная. Следите за палочкой. Это обида у меня. Она сильная. Продолжаем следить за палочкой глазами. Это обида. Про себя внутри концентрируемся. Это обида. Это обида. Очень больно. Очень обидно. Концентрируемся на палочке. Взгляд на палочке. Вдох и выдох. Продолжаем концентрироваться на этом чувстве обиды. Продолжаем концентрироваться на чувстве обиды. Используем технику эмоциональной свободы сейчас или простукивания для продолжения работы с этим чувством. Вначале я попробую объяснить вам смысл первых фраз и слов. Итак, у вас есть чувство. Негативно окрашенное чувство – это обида. Оно окрашено сейчас негативно. Теперь мы представляем себе, что это чувство несколько отодвигаем от себя. выносим, отодвигаем, выносим за пределы своего поля и тела. Ничего пока с ним не делаем, просто отодвигаем, выносим. Да, пока вы еще обижены, это эмоция, это чувство есть. Но мы его стараемся вынести, отодвинуть. Чтобы на него можно было посмотреть со стороны. Со стороны. И первую фразу, которую мы проговариваем, мы проговариваем, пробивая по ребру ладони. Простукиваем и говорим. Несмотря. Несмотря. То есть мы на нее смотрим как бы со стороны. Несмотря на эту обиду, в глубине души, в самом центре души, я остаюсь прекрасным человеком. Я здоровый человек. Я спокойный человек. И еще разочек. Чувствуем со стороны. Мы говорим, несмотря на эту обиду, мы ее как будто со стороны рассматриваем. В самом центре своей души, чувствуем свой центр, центр своей души. В центре, в центре своей души я остаюсь прекрасным человеком. Здоровым человеком. Спокойным человеком. Несмотря на эту обиду. Несмотря на эту обиду. А теперь только следите за моими руками, за моими действиями. Пусть обида из вашего поля и тела растворяется, как дым. Как дым от огня растворяется. Обида в вашем поле и теле растворяется. Растворяется. Обида в вашем поле и теле растворяется. Растворяется. Как дым. Как дым. Силой своего сознания растворяю. Проговаривайте про себя. Силой своего сознания растворяю. Вот эту энергию, которую я только что вынес за пределы своего чистого я. Растворяю. Растворяю. Даю ей раствориться. Даю ей уйти. Раствориться. Уйти. В пространстве разбиваю. Растворяю. 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 Разбиваю на мелчайшие кусочки, растворяю, даю ей уйти. Продолжаем очистку. В самом центре души я остаюсь прекрасным человеком. В самом центре своей души я первозданная или первозданный. Я чистая, я светлая. Я чистый, я светлый. В самом центре своей души со мной все в порядке. Я принимаю себя всецело и глубоко. Все, что не относится к моему истинному Я. Я растворяю и даю исчезнуть, оставляя лишь чистый, светлый огонь своей души. Оставляя лишь чистый, светлый огонь своей души. Огнем очищаю центр я. Огнем заполняю центр личности, свою душу. Огнем очищаю, свою душу. Огнем очищаю, свою душу. Гармонизирую. Гармонизирую. Стабилизирую. Гармонизирую. Гармонизирую. Стабилизирую. Попробуйте вместе со мной представить себе, что ваши руки сейчас находятся над огнем. Вы очищаете свои руки и подготавливаете их к дальнейшей работе, по очистке всего организма, всего тела. Своими руками вы можете тоже себя лечить, восстанавливать. Вам не обязательно делать то же самое над свечой. Вы можете просто смотреть, просто смотреть. Итак, очищаем сначала лицо. Очищаем лицо. Хорошо. Очищаем. Смываем. И сжигаем все ненужное. Все растворяется. Ненужное, черное, чужое, чужеродное. Все растворяется, отпадает, уходит. Очищаем шею. Затылок. Шею. Затылок. Хорошо. 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 Очищаем плечи и руки. Плечи и руки. Плечи и руки. Плечи и руки. Очищаем живот и бедра, очищаем живот и бедра. Очищаем одну ногу сначала, до самого пола, до стопы, очищаем вторую ногу. Хорошо. Все тело от макушки до пальчиков ног, очищаем от макушки до пальчиков ног, очищаем. От макушки до пальчиков ног, очищаем. Хорошо, хорошо. Молодцы. Отпускайте. Отпускайте все, что вам не нужно. И еще раз. В глубине души, в самом центре души я остаюсь чистым светлым человеком. В глубине души я прекрасный человек. Я люблю и уважаю себя. Я люблю и уважаю себя. Я люблю и уважаю себя. В глубине души я люблю и уважаю себя. Эту энергию, которая только что была вокруг меня, в определенном виде, в определенных вибрациях, в определенной частоте. Я сознательно трансформирую свою силу, в свою привлекательность, в свое обаяние. Эту энергию я трансформирую свою силу, в привлекательность, в обаяние. Сделайте глубокий вдох и выдохните со звуком Ха. А сейчас попробуйте оценить эту самую обиду. Также по десятибальной шкале. От нуля до десяти баллов. Насколько баллов сейчас тянет ваша обида? Насколько вы сейчас ее оцениваете? Снизилась ли она? Осталась ли на том же самом месте или увеличилась? Что с ней произошло? Если она снизилась, это прекрасно. Если вдруг обида напротив усилилась и активировалась через злость, пожалуйста, пройдите на мое другое видео на моем канале «Работа с негативными эмоциями злости». И вот уже это видео поможет вам дальше справиться с обидой. Не оставляйте ее в таком состоянии. Если же обида снизилась, то вам хочется пойти дальше. Вы можете просто перемотать это видео и попробовать сделать еще раз эту работу. Подписывайтесь на мой канал. Нажмите на колокольчик, чтобы быть первыми, кто получит новое видео. А я вам желаю жить в мире и согласии с собой и с окружающими. Мира, добра и, конечно, удачи. До новых встреч.